Мы коснулись JavaScript и композитного сайта. Опишем еще нюансы. Баннеры из предыдущего примера, например, могут размещаться в слайдерах и, естественно, используется JavaScript. Если раньше вызов баннера был в JavaScript-овом файле, то теперь его нужно вынести в сам шаблон. Технология вообще не накладывает никаких ограничений на использовании JavaScript в сайте. Однако важно помнить, что при повторном хите меняется какой-то кусочек дома. Соответственно, события, повешенные на него, теряются. Значит, после вставки динамической зоны надо заново проинциализировать все обработчики. Смотрим пример с баннером, где инциализирующий код вынесен в динамическую зону. И после вставки HTML-кода на странице повторно выполняется JavaScript, который заинциализировал нужные элементы. Есть возможность отключить автоматическое обновление динамических областей с помощью метода SetAutoUpdate. Это можно использовать, если вы хотите самостоятельно осуществить обработку этих областей. Если необходимо совершить какие-то действия и быть уверенным, что они будут исполнены уже после обновления домов на вешании, перевешивании своих обработчиков событий, рекомендуется использовать события перед вставкой блоков, перед вставкой каждого блока, после вставки блоков. При адаптации сайта на технологию композитный сайт необходимо перевести некоторые перемены с PHP на JavaScript. Bittrex.session.get – разный до разных пользователей. Это особенность страниц, созданных на Bittrex.framework. В режиме композитного сайта его нельзя использовать в шаблонах. Если он используется, то до корректной его работы необходимо заменить на соответствующий JavaScript. bx.message.bittrex.session либо bx.bittrex.session. При этом выполнение скрипта будет приостановлено до момента получения данных из Locker Storage, если это не первый хит пользователя на вашем сайте или с веб-серва на втором хит-хите. Аналогичную замену нужно произвести с PHP на JavaScript для UserID и ServerTime и информации, имеющие отношение к временной зоне. ServerTZOffset, AzureTZOffset, AzureTZAuto. Пользователи – сервер. Ко всем им нужно обращаться через bx.message. Что происходит при обращении к странице? Сначала эти данные ищутся в самих мессендж. Если страница отдается не из кэша, то они есть. Далее проверяется Locker Storage. Там кэшуются данные, если они были получены ранее. Если данных нет ни там, ни там, что само по себе крайне редкая ситуация, то делается синхронный запрос, который визуально блокирует выполнение страницы до получения новых данных. Хочу обратить внимание, что используя ряд серверных переменных, например, HTTP UserAgent, в шаблонах будет ошибка, которая, к тому же, довольно сложно диагностируется. Например, при включенном сжатии в главном модуле для разных браузеров меняются разные файлы стилей. Как следствие, меняется контрольная сумма штаба файла и происходит его перезапись. Давайте разберем теперь форму обратной связи, которую мы можем найти на странице «Контакты». Эта страница у нас не работает в композитном режиме. Ей мешает форма обратной связи. Давайте сразу откроем в приватном окне. Страница «Контакты» открываем. Что же ей мешает? Две вещи. Капча и ID-сессии, которая устанавливается для подписывания формы. Без нее работать не будет. Давайте эти проблемы решим. Вот у нас открыт шаблон. Собственно, что мы сделаем с Капчей? Мы Капчу включаем в динамическую зону. Теперь Капча-сид и, собственно, сама Капча будут вводиться в динамической зоне. Это никак не отразится на том, что на возможности отправить форму, потому что все равно контент будет догружаться в теги «Форм». Что же мы теперь сделаем с сессией? Мы пропишем «Input TypeHidden NameSessive» с пустым значением. А ниже мы написали небольшой JavaScript. Используем bx-ready, внутри которого используем bx-bitrix-sessive. Тут у нас хранится id-сессия. Присываем переменной. И с помощью документа getElementById устанавливаем значение. Все это дело сохраняем. Открываем страницу. Обновляем. И, как мы видим, сайт у нас работает в композитном режиме. На этом все. С вами был Сергей Покоев. До новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok